Слышно? Сейчас узнаем, кто это. Никого не вижу, открыла дверь и никого нет. Получается, значит, кто-то просто приходит кому-то в гости, либо ключи не берет, либо забыл, и просто звонит в нашу квартиру, чтобы мы открыли дверь. Зажимать кнопку и держать все время, пока домофон не отключится, это, конечно, вариант. А если люди спят или дети у людей спят, а домофон орет как бешеный. Короче, не делайте так никто. В чужие квартиры не стоит звонить. Звоните в ту, в которую вы приперлись. А мне потом страшно и непонятно, кто, что, зачем, почему. Короче, я снова в путь. Еду я в Ступино снова, и это, опять же, поездка такая, какая-то непредсказуемая. Опять же, собираю, ну, не чемодан, в общем, свой рюкзак вот этот. Это еще не все, что я беру. Я еще несколько вещей с собой возьму. Буду брать чехол для камеры. Соответственно, GoPro. И я хочу стекла поменять, если удастся. Это жесткий диск, к боди свое, и к боди как раз таки, потому что там такая узкая спинка закрытая немножко. Я для бюстгальтера в Тезене сбрала штучки закреплять лямки сзади. Средство от мозоли я беру для сестры. Я себе такое приобретала и сестре. Она сказала, клевая штука. Но, наверное, повезу без упаковки, потому что она занимает так очень много места. Из косметики я возьму тинт от Диваж. Новенький хайлайтер от Гош, который я обожаю. Вот мебельную вот такую вот штучку для коррекции лица. Новая тушь Гурмандист, потому что моя от белорусской косметики засохла. Мой любимый на все времена года консилер. И, соответственно, бальзам. И еще один буду брать от корейской косметики. Не помню, вышло уже это видео или нет. Так как опять потеплело на улице, опять сжарит солнце. В раздумьях, брать его или не брать. В косметичке у меня лак от Essie. Моя любимая сушка от Sally Hansen. Две тональные основы, но я их не буду брать. Потому что у меня есть от масла L'Oreal такая баночка, в которую я буду смешивать два оттенка. Возьму две помады вот такие. NYX Belor Decision. Из ухода я буду брать такую вот умывалку. Также буду брать масло конопляное. Здесь большой объем. Остальные миниатюрки, которые я уже показывала, если вышло это видео, опять же, очень маленькие. И там уже по половинке осталось. Потому что я и на кутикулу использую, и на зону декольте. В общем, на все использую. И тем более, что я пользуюсь сейчас маслом и утром, и вечером. La Roche-Posay Effaclar Duo+. Плюс нитку для зубов, патчи, которые скончаемые. Когда я не пользуюсь патчами, синяки, вот эти круги под глазами, намного ярко выраженнее. Для очистки пор на носу, на лбу и на подбородке тоже заберу их. Также возьму вторую запасную расческу Tangle Teaser, которая мне пригодилась. Мой наборчик от Kari для педикюра. Соответственно, беру немножко украшений. Так, две зарядки зубной щетки и вторая для эпилятора. Все-таки возьму вот этот крем. Вот такую вот умывалку я пересыпала в такую емкость из-под сметаны. Несколько резинок, миниатюрку бритвы. Еду не только в Ступино, а еду еще в другое место. Поэтому походный вариант мне нужен. Пилку, соответственно, для ногтей. Фу, для пяток. Так, вот такие салфетки еще беру для интимной гигиены. Так, ну, соответственно, свой пауэрбэнк. Беспроводные наушники. Это я их заряжала. Все я зарядки беру. Всякие прибамбасы от GoPro. Кенгурушку. Сюда положу все самое необходимое. Документы. Всякие штучки первой необходимости. Ну, соответственно, пауэрбэнк туда пойдет. Так, и у меня зарядился мой эпилятор. Из обуви я беру только вот такие вот шлепки. Возьму штатив. Еще беру вот такой штатив. В качестве ручки удобно. И поворотный здесь механизм работает очень хорошо. Кстати, этот штатив намного лучше, чем вот этот предыдущий, который я брала. У меня был до этого такой шариками, который идет тоже недорогой. Который шел у меня с камерой Allegria. Он у меня также сломался. Вот этот вот механизм. Приобрела вот этот. Здесь механизм тоже отвалился. Поеду я, кстати, как обычно в спортивный одеждик. Чтобы мне просто было удобно и комфортно при поездке. Себе выбрала то, что я буду наносить на лицо. Когда буду собираться. И уже смешала два тональных средства, которые я показывала. Не знаю, кстати, брать вот такое вот средство или нет. Это от Lush. Мне давали пробники скраб и дезодорант. Скраб он идет кофейный. Комфейный свойствам и запаху ничем не отличается от обычного кофе. И вот этот вот дезодорант, я не знаю, наверное, не буду брать. Но хочу вам показать. Он по свойствам реально как обычные вот эти вот распылители. Дезодоранты. Антиперспиранты или как они там называются. Кстати, зубную щетку я не буду брать. И еще я, кстати, не беру с собой никакую туалетную воду. Никакие духи не беру. Потому что у меня, в принципе, там все есть. Сейчас буду наводить более-менее порядок. Домонтирую видео новое. И буду уже потихоньку собирать рюкзак. Еще схожу по делам. И в дорогу. Я решила избавиться от своих ногтей. Да, я их все-таки отрастила. Что не сделаешь ради парней. Но так как я уезжаю и еще неизвестно на какое время, ножницы мне в помощь. Теперь я чувствую себя собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...